Дальше это, вот мы дошли до, мы дошли до доски, сюда теперь нам нужно поставить корабли какие-то. Что у нас есть? Из объектов у нас есть доска, вот она доска, у него есть, значит, метод добавить корабль. Если мы задаем точку и размер корабля, он создает нам корабль под этой точкой, да, с этим размером, и ее добавляет на нашу доску. Так, есть у нас понятие точки, вот, x, y координатами, и есть у нас понятие корабль. Вот он корабль. Так, теперь мне нужно, что делать? Мне нужно, значит, вывести на экран несколько кораблей. Значит, первое, мне нужно вывести на экран список, какие корабли я могу вести. Так, но до этого давайте сначала подготовим наши объекты. Первым делом, это в нашей доске я беру, как видите, просто точку беру, размер беру и добавляю. И когда я по умолчанию создаю корабль, шип, он по умолчанию берет ориентацию горизонтальную. Но, так как у меня должна быть такая возможность, чтобы добавить той или иной тип корабля, мне нужно здесь также в борде указать, какого направления корабль мне должен быть. Давайте начнем тогда с наших объектов. Мы их сначала исправим до конца, и потом дальше пойдем. Значит, первым делом я что делаю? При добавлении корабля к доске, я создаю, значит, я передаю точку и размер. А после этого мне нужно еще и передавать direction, направление, ну, таковое значение направления. И теперь, когда я создаю корабль, вот как я создаю корабль, он просто пустой, и у него параметры какие-то есть. И когда я создаю корабль, значит, я здесь указываю шип. То есть, ту ориентацию, которую передали там вертикально или горизонтально положение нашей корабля, я передаю нашему расходу. Теперь у меня второй вопрос возникает. Первый вопрос, значит, мы решили. Первый вопрос – это направление нашего корабля. Второй вопрос. Когда я добавляю корабль к моей доске, мне нужно знать, можно ли добавить этот корабль на эту точку. И еще одна вещь. Вот здесь, когда я создал корабль, у меня нету конструктора по умолчанию. Давайте мы сначала тогда конструктор по умолчанию тоже здесь создадим, чтобы нам легче было добавлять. И для конструктора мы передадим вот эти три параметра. Если эти параметры у нас есть, то они будут... Размер у меня будет... Так... У меня будет точка... Значит, сначала точка у меня будет... Размер у меня будет... И... Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Она должна быть строкой. И ориентация должна быть вот у нас. Вот у нас. Так. Вот так вот. Вот это все у нас изменились. Все. Это тоже можно передать туда. Так. Значит, я первый изменил наш корабль. Я передаю координаты размер и размер размер. И направление нашего корабля через конструктор. Теперь, то есть, здесь, когда я создаю корабль, я могу напрямую передавать точку, размер и направление. Ну, вместо того, чтобы вот так вот писать, то все. Так. Я немножко увеличу. Значит, что я сделал? Я поменял немножко структуру нашего корабля, объекта корабль. Я передаю его три параметра в конструктор. И этот конструктор я использую в своей доске. Теперь у меня возникает второй вопрос. Я перед тем, как я создаю корабль, мне нужно знать, можно ли с помощью этих координат и с этого размера, с этим направлением, создать корабль. Есть такие моменты, где нельзя будет создавать корабль? Кто скажет? Да, по правилу игры там. То есть, там может быть другой корабль, это раз. И второй, по одному ячейку вокруг корабля не должно быть никаких других кораблей. Да, согласен. Правильно. И там еще, на самом деле, самое банальное – это учесть грандицеполя. Да. Давайте тогда начнем с самого банального, как вы сказали. Значит, функция shipExist. Первое. Я сейчас попробую создать функцию, которая будет проверять после создания нашего корабля, корабль создался или нет. То есть, я, как конструктор, передал все значения, а потом я должен проверить, с этими параметрами можно было ли создать корабль или нет. Для этого у меня условия какие? Первое условие, значит, это координаты корабля, которые я сейчас передал, они должны не превышать значения с 0 до 9. Правильно? Вот. Второе. Нужно, чтобы… Так. Первое, значит, координаты. Второе, у него должно быть конкретное направление. Так. Можно еще одну вещь я поменяю? Это завтра нам понадобится то, что координаты x и y я предпочел бы сделать колонки и строки. У вас… Что вы больше используете, когда вы с матрицами работаете? Сначала колонка идет или строка идет? Строка. Так. Сначала строка, да, значит, идет. Так. Так. Тогда первое, ставим row. Ну, когда вы в матрицах пишите 1, 1, 1, 2, 1, 3 и так далее, это первая строка и потом колонки. Да. Именно, когда матрица мы всегда… Ну, даже в обычных фабрицах, первое – это как бы номер строки, а второе – это как бы номер элементов этой строки. Отлично. Хорошо. Вот row и column я поставил. Теперь здесь я проверяю. Теперь здесь я проверяю. Значит, делаю return, который удушает булевое значение. И у меня идут здесь проверки. Так. Первая проверка. У меня есть point. У меня есть точка. Так. То есть у меня есть координаты. Координаты строки должны находиться между 0 и 9. Согласны? Да. Окей. Второе. Должен проверить направление моего корабля. Она должна быть либо вертикальная, либо горизонтальная, либо вертикальная. То есть другое слово мне нельзя туда записывать. Вот оно. Согласны? Еще какие условия есть, чтобы корабль мог существовать? То есть теперь, как бы, те точки, которые, ну это что, многие, я не знаю, как это писать. Значит, если это будет горизонтальная. Да. Еще вот это. Как бы, если ориентация горизонтальная, например, нужно, как бы, например, уже наша строка не может, то есть начальная точка не может, уже как бы, может быть, любой, уже там еще ограничение будет, то есть он 9 минус чего-то меньше, то есть та самая длинная корабля. Да. Значит, если она горизонтальная, то у меня по координатам номер, так, если это горизонтальная, значит, у меня номер столца, правильно? Да, да, да. Минутку. Минутку. Если это горизонтальная, то у меня меняется номер, номер столца, да. Да. Номер столца плюс размер и минус 1, чтобы начать с 0, он должен находиться в отрезке с 0 до 9. Вот так вот. Согласны? Да. Вот. Значит, у меня есть координаты, ну что с коломб. Значит, когда у меня горизонтальное, тогда должно быть условие, что начальная колонка плюс размер моего корабля минус 1, вот это вот число должно находиться в интервале с 0 до 9. Это всем понятно? Да. И теперь то же самое надо сделать для технического. Да. Давайте я сейчас одну минуту. Одну минуточку. Я запущу и взял, чтобы можно было там нарисовать, посмотреть. Так. И я это все беру на большую скобочку. Здесь делаю или. И идут дальше. Вторая скобка идет внутри него. Вот. И здесь идут значки. Если это вертикальная, то при вертикальной меняется размер строк. И размер строк плюс размер x1 должен проходить в интервале с 0 до 9. Вот так вот. Согласны? Да. Так. Так. И если все эти условия выполняются, то из shipExist он дает нам true. вот теперь, вот теперь после этого я могу спокойно сказать, что в корабле вот здесь вот, вот теперь сейчас вы увидите то, что как объект, как легко использовать объекты, когда вы это все сделали. То есть теперь возвращаемся к нашей доске. Значит, если нашей доске мы создали корабль. Вот он. С вот такими вот параметрами, да. Теперь я делаю корабль. Если ты существуешь, то я тебе добавляю свой список. Понятно? Если ship exists, то я его добавляю в свой список. Понятно? Да, только есть один вопрос. Можете просто перейти в ship? Так. У вас в конструкторе в седьмой строчке написано work-coordinate point равно point в скопах. А зачем здесь point равно point в скопах? А чем вам новый объект? Получай. В принципе, да, здесь можно это убрать, потому что без него то есть без координат в принципе не стоит создавать корабль. Это правильно. Размер и ориентация вот этого значения. Это значение помолчая new. Это значит, когда вы вот здесь вот создаете корабль, то можно какую-то часть просто не писать. Вот он. Как видите, ориентацию я не написал. И у меня автоматом ship берет направление горизонтальное. Горизонтальное. Да. Вот это значение помолчание для Саня тоже уберет. Как-то странно, как он нулевой разница. Окей, ладно. Можем и для него тоже убрать. Да. Ну, это как пример у вас стоит, а так да. Можно его тоже убрать. Так. Здесь я верну его лучше. И есть такая еще одна вещь. Это я вам показывал, да, что можно менять порядок параметров конструкторов. Да, да, да. Вы это сказали. Не только в конструкции, то есть в любом функции. В любой функции, да. В любой функции можно это делать. Там, сейчас я не помню, как-то с именем параметров, то есть переменные, которые используются в автоматике. Можно вот так вот. Size равняется Size, к примеру. Да, да. Вот так вот. Point равняется Point. И тогда вот, вот этот, а, здесь не Point будет. Здесь уже будет Cousinates. Вот. Cousinates равняется Point. И Orientation равняется Orientation. Ну, направление. Ну, давайте слово Orientation поменяем на Direction. Это же направление у нас. Вот. То есть я могу сначала размер передать, потом координаты передавать, а потом уже направление передавать. Давайте я здесь тоже поменяю Orientation, то есть где-то Direction. Вот так вот. Ди populация송. Я написать 붙е, а потом он Direction везет. И здесь тоже Direction везет. Всё. ну то есть вот так с параметрами можно это все делать ну а так пока что я верну на наш вариант это который был point size и дальше итак давайте теперь проверим для проверки нам нужен размер размер мы в своем конструкторе у нас есть размер нет у нас здесь размера как видите нет у нас есть только координаты ладно это тогда мы исправим значит с кораблем мы разобрались я давайте здесь одну вещь и сделаем чтобы наш код не упал так direction резонта пока остается здесь перезапущу проект пробую перезапустить ну здесь вот как видите и размер тоже 0.1 стоит если все нормально будет я сейчас вам на гид залью это все да запустился вот он работает так получаю апдейт загружаю так у кого гид у кого сейчас проект открыть все тогда можете сейчас нашу последнюю версию себя взять здесь менялся здесь менялся здесь менялся здесь менялся здесь тоже менялся окей так загружаю гид теперь теперь здесь нажимаю на джиглас если я нюй себе sobbit match ггласс и нажимаю все готово вы можете теперь взять с последнюю версию ту которую я сейчас вот здесь сделаю и его можете уже использовать так идем дальше значит у меня первое это уже есть доска спирана у меня есть а теперь что мне нужно еще сделать это то что добавить теперь к нашей доске вот сюда вот список кораблей и размерность кораблей вот когда я нажимаю вот сюда вы можете видеть что здесь вот есть но за колами так далее вот они есть нажимаем он создается и так далее кроме этого мне сейчас на самом деле нужно для создания самого этого объекта мне нужно также сам корабль давайте я сейчас сделаю следующую вещь в нашем шаблоне где у нас было шаблоны где у нас шаблон да вот у нас шаблон в этом шаблоне давайте я попробую сейчас создать доску со списком наших кораблей для этого я предлагаю сделать следующую вещь в game controller у меня в этом game controller у меня находится вот один homepage controller метод и один став но у меня здесь на экране я сейчас добавляю свои корабли на свою доску то есть получается у меня должно быть у меня должна быть какая-то ссылка которая бы отвечала бы на то что это моя доска то есть я как бы начал добавлять элементы к своей доске зато предлагаю сделать один дополнительный road к примеру называется myboard вот myboard который будет myboard название метода будет myboard и она будет подобие подобие того который мы здесь сделали вот оно я скопирую этот код а потом я его начну изменять вот такой код и название метода у меня будет myboard вот такой myboard а главное главная разница myboard это будет что myboard в игре морской бой то есть я буду сейчас работать со своей доской и здесь я должен убрать убрать значит enemy у меня не будет у меня будет только своя доска и доска создается наверху вот она общая и при отображении я не буду использовать шаблон homepage а вместо этого я предлагаю вместо homepage создать новую скопировать 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 вставить названием myboard вот оно вот оно myboard это myboard это будет только для моей доски а homepage он будет для двух игроков для этого вот теперь я могу спокойно изменять коды которые находятся здесь так значит вот myboard вот я сейчас буду вот этот код здесь менять так вот у меня есть board mine вот он и board mine он говорит что у меня есть вот здесь вот доска и с этой доской он работает но перед этим я бы предложил он а вот все вот так что он делает и главное чтобы вот б он а и надо чтобы существо при мейкере есть такая вещь можно через вот такие двойные эти, проверить существует ли объект вот так вот и можно его использовать так теперь здесь я хочу сделать список, как создается список, все помнят, да? знаю? да еще тамели, да еще тамели, а что находится внутри что находится внутри да, line значит нам нужен однопалубный корабль horizontal двухполубный корабль, трехполубный корабль и четырехполубный корабль по вертикали и то же самое по горизонтали и то же самое по вертикали вот так вот так, попробую перезапустить сейчас приспускается ну и запустился теперь здесь я делаю myboard здесь я не поменял контроллеры тоже нужно его поменять каста не поменялся теперь запускаю и так перезапустился проверяем myboard у меня теперь есть список кораблей которые я могу поставить которые я могу поставить на своем доске но они как вы, как видите, не нажимают сюда так давайте теперь создадим ссылки для каждой от этого каждой этой дички ссылку я создаю через href значит размер у меня будет 1 и направление у меня будет горизонтально вот так 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 хоризонтно вот она и я здесь закрываю A ну думаю многие уже с HTML работали правильно или забыли как работать с HTML и ссылками если честно то ну я знаю ну просто у нас как-то не было а поделиться это не было а такого отдельного курса не было что-либо? нет нет в принципе сами ну сами ну кто бы это исключал понятно вот только есть вопрос а как можно сделать так чтобы ссылка вот так не как бы по-другому как вы хотите чтобы как вы хотите чтобы она вылетела? вот в общем можно сделать так что ну да скорее всего можно чтобы ссылка вот так вот не подчеркивалась как вот синий да и синий внизу будет и не не ну это светотелы там две точки там вот такой элемент например а двоеточие что-то там так просто пишите в гугле братан google скажи как CSS в стиле underline убрать он вам вот разные варианты покажет заходите много вариантов и читаете да здесь сказано text decoration вот он цвет какой хотите вело да в принципе и синий устраивает окей и синий устраивает все тогда text decoration нужно будет вам использовать стиле вы можете использовать на самом деле на этом на вашем фидере вот здесь на head как использовать стиль делать html head style помните у нас в прошлый раз были проблемы с подключением стилей да а так эти же проблемы не не будут вот смотрите из этого я вам показываю как это все делается без подключений то есть вот внутри хэда вы можете style написать вот таком вот виде вот он окей беру к примеру вот на внутри хэда ну это не самый лучший вариант но ну что попало пока что здесь значит беру отсюда беру text decoration none вот оно ага и ну вот эти две вещи мне не нужны вместо body я делаю точка my link вот так вот этот класс сейчас нужно добавить нашим дей так теперь этот класс я могу вот сюда на ашку добавить класс майлинг ну давайте не ну ладно пусть будет майлинг перезапускаю рустам у вас тоже с html нормально получается дружите с ним нормально да это рустам не ответил да можно типа если я делаю сайт она не будет поднята на сеть это будет рассчитывать она работает но вы же у себя его будете поднимать у себя да главное чтобы вы у себя подняли загрузили бит чтобы я его потом взял у себя тоже поднял ну все будет нормально будет то есть если это если большая макстричная сервер вы хотите про сервер сказать да да сервер не нужен можно и без сервера обойтись можно и без сервера обойтись так так теперь оказывается здесь окно поставил нужно было ладно так отсюда я должен был ну ладно рядышку поставим отсюда вот так сверху немножко потом увеличится вот вот что-то нормально да вот так все все тогда с этой стилистикой идем дальше значит создаю корабли свои размеры 1 2 3 горизонтальные вертикальные так создаю корабли теперь вертикальные все вот теперь у меня есть размер size direction будет длинное слово чтобы легче было это все закончилось да action у меня есть вот оно окей и когда я теперь нажимаю на каждую ссылку которая у меня находится на моей доске my board то здесь вот нажимаю на любую одну из них вот вот size 3 direction horizontal нажимаю сюда size 2 direction vertical теперь мне нужно это передать вот сюда вот эту клеточку то есть когда я нажимаю теперь эту клеточку у меня вот как видите здесь есть 2 7 но нету значения размера и направления как это делается теперь возвращаюсь к своему контроллеру вот сюда вот свой контроллер вот мой контроллер моем контроллере есть значит объект где я вот видите получаю размер номер колонки и номер строки его проверяю вот здесь вот каким-то образом добавляю его и так далее так давайте вот эту вот вещь мне не нравится потому что как видите здесь он очень не красиво описан хотя его можно было немножко по-другому сделать в более красивом виде как это делается вот это я все беру так внизу составляю новую функцию get param param int name string default default int создаю некую создаю некую такую функцию которая будет из моих параметров получать значение и вот сюда мне возвращать и если у меня если у меня значит если у меня параметр есть и я смог его перевести на integer то он ее возвращает если нет то идет к exception так где exception и exception не возвращает значение полного цены вот так вот default root default default ok и здесь нет нет вот это get параметр любое время я могу сказать что я хочу что я ожидаю и получить параметр и давайте такое же сделаю для стандартного стринга стрин вот так то есть если у меня нет значения файл у меня в принципе он не понадобится в принципе я могу сделать пустын так или можно сделать вот или сделать вот так сделать все возвращаю либо вот это значение либо вот это значение решаю либо это все это сделано теперь смотрите что я делаю своей доске так делаю следующее вот вот этот try мне не нужен пустой это самое плохое что можно было сделать так значит делаю get парам инф здесь оказывается слово инф не нужен внизу значит get парам инф отдаю рутин контекст отдаю название отдаю значение минус 1 помолчание чтобы вот оно это у нас срок и отдаю column из слова call если получилось он его берет теперь у меня приходит здесь при нажатии вот этого кнопки у меня приходит size размер беру size также у меня приходит direction направление direction он у меня не int а строковое из этого я вот так делаю теперь смотрите что я делаю у меня если приходит размер и direction значит я их тоже беру и дальше могу обрабатывать так вот это пока что я закомментирую я не буду пока использовать и своей своей доске я добавлю значений которые последние не передавались значит мне передавался ролл мне передавался column так мне передавался размер и направление как мне приходят так и я дальше передаю его своему шаблону чтобы я мог эти значения использовать теперь у себя в шаблоне для чего это нужно для того что когда я здесь в когда я использую на my board своей доске значения вот row и так далее здесь также чтобы я мог использовать размер size который равен size который до этого передается и также direction это direction вот так вот но для того чтобы это direction и так далее все это работало я предлагаю здесь поставить одну проверку если размер существует и размер так больше здесь будет значить дейти просто breeder 0 в другом случае я просто оставляю простой а без силы или даже можно просто ячейка оставлять вот так если size существует и то и с и У меня только одну проверку, а, вот так вот, все. Так, теперь запускаю свой проект, запускаю просто MyBoard, вот, запустился, как видите, сюда я пока не могу нажимать, вот он, я нажимаю, не нажимается. Почему не нажимается? Кто скажет? Дурацкая сфера, все, потому что кораблей пока еще нет. Потому что чего нету? Не корабли, это, по-моему, у вас сайз был, наверное, не отлично, да? Да, вот, размера нету. Да, вот, у меня размера нету, из этого я сейчас не могу сюда нажать. Вот, теперь я выбираю один какой-то корабль, автоматом, как видите, здесь появляются размерчики. То есть я нажал размер 3, Direction Horizontal, и теперь вот сюда, вот, когда я нажимаю, вот, он дает, говорит, row 4, column 5, размер 3, горизонтальный. Понятно? То есть, когда их нету, я сюда ничего не могу добавлять. Когда я уже что-то выбрал, они становятся вот ссылками, и теперь я могу туда что-то нажать. И когда я нажимаю, для каждого показывает, какая строка, какая колонка, какой размер и какое направление. В этом FTL что означает существование? Вот это size, правильно? Смотрите, если я отсюда size не передам, если я здесь size не передам, то в FTL его не будет. Где моя FTL? Что, не закрылся, что ли? Вот, в моей FTL его не будет, из этого она мне даст ошибку. Потому что я обращаюсь к несуществующей ссылке, объекту, и из этого она скажет, что такого объекта нет. А как вот, представляете, вот вы передали через boot этот size, а в самом FTL вы передали в кавычках, а в FTL вы уже без кавычек понимаете, он это тоже понимает? Да, 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 он из JSON объекта, из JSON объекта, я в FTL могу использовать уже сами ключи, это как бы ключ JSON. А вот здесь вот, это JSON объект, я добавляю в JSON через кавычки. А FTL она без него напрямую может принимать, то есть вот так вот принимает же через знак доллара, а внутри if, или list, или else она в таком виде может принимать. Напрямую, то есть тот ключ, который я использую, она может напрямую принять. Понял. А вот эти два вопроса и JT, это... Так, два вопроса. Существует ли вот этот объект JT, это больше. Я же должен написать как? Size больше нуля, но в HTML же я не могу написать вот это значение больше, так как он закроет мой тег. Из этого придумана такая вещь, что это будет JT. Нет, это я понял, я хотел спросить, это функция HTML, да? FTL, да. Это FTL. Так, стоп. Ты же вот это... Нет, то есть вот это... JT это функция HTML или вот этого... Frame как его называли? Free Marker. Free Marker. Это в HTML тоже есть, но это Free Marker. И два вопроса это позже от Free Marker, да? Это Free Marker, да. Это Free Marker. Так. Да. Так, теперь идем дальше. Я хотел вот это вот обратно вернуть. То есть, если... Так. Проверка у меня здесь стоит. Я проверку тогда уберу. Так. Инт не нужен. Вот так и так. Инт не нужен. Вот эту проверку я уберу, потому что проверка у меня делает сам объект мой. Вот здесь. А, да, да. Вот он. Так. Так. Значит, здесь я использую значение horizontal, direction, point и так далее. вот. Следующая вещь, что я делаю. У меня теперь есть row, column, size, direction. и я создаю point из row и column и добавляю корабль с поинтом, размером и направлением. Окей? Давайте посмотрим, что произойдет при добавлении, при добавлении нового корабля. Окей? Так. Открываю. Открываю с нуля, когда ничего нету. Вот. А, минутку. Я не остановил ее. Дебаггинг все знают, да, что такое? Да. Да, конечно. Отлично. Наргиза, вы тоже знаете? Так. Устан не ответил, Наргиза тоже не отвечает. Ладно, подождем другим. Киркин тут. Устан не ответил, Наргиза тоже не отвечает. Знаете, да, что это такое? Дебаггинг, да. Дебаггинг, нет. Дебаггинг, нет. Окей. Значит, смотрите, когда я запускаю режим дебаггинга, это отладка. Отладка, это когда я могу куда-то вот на таком красную кнопочку поставить, и когда я запускаю проект, вот он. Когда я запускаю, он при выполнении этого кода, он здесь останавливается. Окей? Итак, смотрим, что пришло у меня. Смотрим вниз. Ро у меня минус 1, так как значений нет. Колум у меня минус 1, размер минус 1, direction пустое. Вот он. Окей? Теперь он что делает? Он автоматом создает координаты точек, point, со значением минус 1, минус 1. Теперь хочу добавить этот корабль в свою доску. Создаю корабль. Корабль создался с значениями, значит, минус 1 размер, direction нету. Теперь мне нужно проверить, существует ли такой корабль. Запускается и говорит false, нет такого. Вот он. Видите? А почему false? Захожу внутрь и проверяю, почему у него false. Находится ли row между 0 и 9? Говорит нет. То есть все. Когда у него row не равен, он уже не будет работать. Иду дальше. Вот. False падает. И он не добавляет мой корабль и дальше проходит. Окей? Вот он. Никакого корабля здесь нету, он просто дальше прошел. Теперь я нажимаю корабль размером 3 и горизонтально. Вот. Размер 3 и горизонтальный. Так. Делаю. Пропускаю две команды и проверяю, что у меня находится в борту. У меня в борту 0 кораблей. Почему? Потому что у меня у этих кораблей нету координат. Все. Пропускаю. Пропускаю. Значит координат нету, но главное вот это вот у меня вышло. Нажимаю вот сюда вот теперь. Координаты у меня 3 на 4. Размер 3. Direction горизонтальный. Как видите вот оно. Правильно? Или внизу можете видеть. Row 3. Column 4. Size 3. Direction horizontal. Создаю точку. Захожу на добавление корабля. Создаю корабль. Корабль создал. Теперь я проверяю isExist. IsExist говорит true. Значит здесь можно создать корабль. Делаю окей. Иди дальше. Добавился. И здесь я могу увидеть, что у меня на борту вот есть один корабль. Вот он. Корабль с координатами 3 на 4. Размером 3. Направлением горизонтально. Понятно? Вот отсюда он начинает мой корабль. Окей? Тогда теперь надо сделать так, чтобы с учетом размера на поле не одна шеточка менялась, а нужное количество. И нужно на правильном. Согласен. Согласен. Все. Давайте так и сделаем. Для этого мне нужно на борту у тебя вот здесь. есть. А кстати вот у меня кажется она есть. Вот на борту у меня есть ту джессон. Правильно? Которую я перевожу свои координаты на джессон. И здесь вот у меня есть список кораблей. И у списка кораблей я проверяю всегда корабль координаты. Начальные координаты корабля я здесь проверяю. И если они совпадают, я звездочку ставлю. И из этой звездочки у меня здесь получается такая вот звездочка. Окей? Но это неправильно. Мне нужно, чтобы свои координаты корабль сам проверил. А то я сейчас стою биноклем, да, смотрю на корабль. Вот подумайте, к вам идет какой-то длинный корабль. Вы с берега смотрите на корабль. Какого размера этот корабль? Кто может ответить? К вам идет корабль. Вы с берега смотрите на этот корабль. Он находится на каком-то километре от вас. Ну, не больше 50 километров, так как больше 50 километров вы не видите. И вот. И… Наверное, с какой стороны смотрят. Если звука, то 50 длина. Если спереди только одна клеточка, наверное. Ну вот. Она к вам едет. Она к вам плывет. Тогда одна клеточка будет, только перед. Только перед. Только одна клеточка будет. Вот. Здесь такая же ситуация. Мы проверяем. Мы смотрим на корабль и проверяем, сколько у тебя там клеток. То, что мы видим. На самом деле, если корабль он знает, какой у него размер. Из этого лучше сделать как? Отдать координаты кораблю. Это шипта, а он там уже приятен. Так. Давайте тогда сделаем следующее. Значит, здесь я сделаю… Так. Сначала row у нас, правильно? А потом column. Ну, пусть будет call. И внутри корабля. Где у нас шип он? Вот у нас шип наш. Вот. Добавим проверку. Добавим проверку. Добавим проверку. А вот. Проверяем его. Который проверяет. Может быть контейнтент. Максим. Пис. 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 Который проверяет. Точка. Я даю точку. Он у меня должен сказать. да, эта точка находится у меня или нет, эта точка не находится у меня. Вот такую вот проверку нужно сделать. Окей? То есть, смотрите, вот эта проверка была то, что координаты, которые нам передаются, они верны и так далее. А здесь мы сделаем такую вещь, где нам передается точка, вот он, поинт передается. И этот поинт должен находиться внутри моего корабля. Окей? Как я эту проверку могу сделать? Я сделаю, вот мой корабль. Если направление моего корабля, это направление горизонтальное, то есть, в таком вот виде, да, горизонтальное, то, что должно быть? Вот этот поинт должен быть в промежутке кол, то есть колумен и колумен плюс сайз. И минус один. Так, значит, если он горизонтальный, то координаты строк, они должны равняться с координатами строк. Правильно? Точка, точка ро должен равняться координат ро. Это первое условие. Второе условие. Колум, да, который вы сказали. Колум, он должен быть меньше или равно, или больше или равно. Сейчас это уточним. Нельзя ин написать, как вы написали там. Отдельный идти. Как мы ин напишем, если у нас нет интервала? У меня есть колонка координат, колонка самого корабля и самой точки. Ну как бы, не, ну просто я вчера попробовал, он переменим тоже работает. Хорошо. Так, ин, и... А, вы хотите сказать по-другому? То есть... Вот так, как 0,9. Вот так. Он находится между коллом, вот так хотите сказать, что ли? Да, да. И... И... Ну, так же можно я... Плюс сайз минус 1. Так? Да, да. Кто-то у меня ругается почему-то. А, оказывается, нужно until ставить вместо этого. Вместо этого, чем... Until нужно, оказывается, ставить. Ну, интелли советует ставить until, а то здесь непонятно, что может из этого вам поговорить. Да, да, потому что там же приусловие есть как-то. Да, там вычленно есть. Вот. Первое условие это, если направление горизонтальное, горизонтальное, то строки должны быть одинаковые, а столбец он должен находиться внутри коллом и коллом плюс сайз минус 1, правильно? Минус 1 же тоже должен быть? Да. Потому что вот... То есть мы сейчас почти координаты идем же? Да. Или или то же самое или то же самое, только направление у нас будет теперь вертикальное. При вертикальном направлении коллом должны быть одинаковые, правильно? Сверху вниз столбцы должны быть одинаковые, а строки должны находиться вот в таком вот виде. Согласны? Для чего нужна эта функция? Эта функция нужна, чтобы когда я проверяю, когда я преобразовала, делаю преображение всех моих объектов на... то есть у меня на доске есть корабли, теперь эти корабли я должен показать, перевести на JSON, чтобы я мог его в фронтенсе показать. Я что делал в прошлый раз? Я делал цикл по строкам и столбцам, и для каждого корабля вот здесь я проверял находится ли этот корабль находится ли этот корабль внутри... Э... находится ли эта точка в этом корабле. Но я проверял только начальные точки кораблей, потому что у меня все корабли были одноразмерными, то есть сайз один был. Вот теперь мне нужно сделать так, чтобы сама вот это вот как бы сам корабль сам себя мог проверить с помощью точки. Вот смотрите. Делаю point. У point значит первое идет row, потом column. row, потом column. Вот так вот. Point row column. Вот. То есть здесь теперь cellValue минус минус Что я сделал? Я поменял то, что у меня идет сначала строка с 0 до 9, потом идет в каждой строке колонки с 0 до 9 и оказывается у меня здесь должно быть минус а этот else оказывается не надо. Так, и я в цикле проверяю каждый корабль который находится у меня в ship list и для каждого корабля я передаю точку вот эту вот точку. Кстати, эту точку можно создать вне цикла оказывается. Давайте сделаем так. Point это Point чтобы его несколько раз мне создавать вот оно вот так вот. И теперь смотрите что должно произойти. Сейчас он должен мне показать звездочки зависимо от размера моего корабля. А до этого у меня такого не было. До этого у меня только по одной звездочке показывало вот вот такого вот видит. Смотрите сейчас я запускаю. Вот у меня везде пусто. Добавляю вот сюда. Вот звездочка звездочка так почему-то размер звездочки у меня меньше ста. Только два хотя у меня тройное. так давайте проверим почему так работает ставим вот сюда запускаю так мне нужно проверить строка 0 1 2 3 4 4 на 3 окей 0 0 он не будет проверять дальше сюда я тогда добавляю условия row равен 4 и column равен 3 опускаю вот row 4 column 3 окей проверяю так сколько у меня кораблей есть только один корабль row 4 column 3 который так захожу на проверку первый корабль из points говорит true да почему потому что у меня row 4 column 3 из этого он говорит true давайте сделаем еще один такой вещь есть по-моему вот нам как бы проблем вместе здесь как бы row 4 column 5 да да 4 3 так 4 5 да вот evaluate 4 3 говорит true так 4 4 говорит true 4 5 говорит false вот это из-за антила что ли не не знаю сейчас вроде так не должно быть я тоже вчера включительно написал и там минус 1 все-таки лишний был вот минус 1 он дает вот лишнюю вот смотрите я поставлю 4 5 пропущу вот давайте зайдем это пропускаю это заходим внутрь ну может быть и антил как до 6 говорит у нас 4 минус пол 3 пол 5 ой пока все неправильно я передал direction какой у меня горизонтальный а вот же он горизонтальный так вот да direction у меня горизонтальный true row у меня true потому что 4 на 4 так размерность у меня до 5 антил 5 и вот это ин не дает false почему потому что кол у меня 5 значит минус 1 у меня у нас лишний потому что антил получается берет до него смотрите а вот нижний точек как 6 3 4 видите антил берет до этого числа то есть минус 1 нам не нужно оказывать а вот эти две точки если было бы он правильно поставил когда я две точки писал и минус 1 писал когда интелл его поменял на антил он минус 1 убрал а после этого я минус 1 еще дописал ему вот почему неправильно сейчас вам показываю так значит заново запускаю это можно пока убрать все работает делаю три горизонтальных потом нажимаю сюда вот три звездочки нажимаю сюда вот три звездочки нажимаю два вертикальных нажимаю сюда вот два вертикальных нажимаю сюда вот два вертикальных нажимаю четыре вертикальных нажимаю сюда вот четыре вертикальных есть нажимаю сюда вертикальных нету сюда я не могу четырехпалубный добавить потом окей а в других местах можно даже вот сюда можно пока потому что у нас пересечение не проявляется четырехпалубный вот сюда я горизонтально не могу а вот вот сюда могу в этом сетях халублей. Понятно? Все-таки я так и не понял, зачем нужна эта функция из PointXSyst. В чем ее смысл? Его смысл в том, что смотрите, у меня вот эти три колонки, четыре колонки вот эти, да? Давайте, где у меня была эта проверка разноцветная. Смотрите, вот трехпалубный, нажимаю вот сюда, вот эти трехпалубные получился вот так. Эта функция была для того, чтобы проверить, проверить что проверить, есть ли в этой ячейке, вот этой ячейке, есть ли в этой ячейке корабль. Я вот эту ячейку могу проверить, почему? Потому что это начало корабля. А вот вторую ячейку я не могу проверить, не входя внутрь корабля. из этого мы кораблю сказали «Проверь сам себя». и мы ему отдали координаты. То есть мы отдаем ему координаты вот эту и говорим «Находится ли здесь твоя точка?» Здесь. Он говорит «Да» или «Нет». Понятно? если «Да», там есть какая-то точка, здесь есть какая-то точка. Он скажет «Тру» и это получается, что я не могу, значит, я буду отображать здесь, что есть корабль. передаю эту точку, то же самое, с помощью вот этого размера. Он мне говорит, что здесь она есть. Вот. Ну четверх палубный. Проверим, вот все нажимаем. Вот он. Окей. Понятно, почему это нужно было? Это, в смысле, это «А», это проверка, есть ли данная точка, есть ли переданная в эту функцию точка в этом корабле. Да. И еще одну вещь нужно теперь проверить, это вот это. Вот я нажимаю, видите, он пересечение делает, правильно? Вот. Пересечение делает. Теперь смотрите, как сделать так, чтобы не было пересечений. Для этого у нас есть две вещи. первое. Есть проверка, находится ли эта точка внутри моего корабля. Вот. Второе. У меня есть «Add Ship» «Добавить корабль в…» «Добавить корабль в мою…» «Добавить корабль в мой список». Перед тем, как я буду добавлять корабль, я могу теперь проверить здесь «Проверить intersect», то есть функция «Is…» «Sheep Exist» «Находится ли корабль в этой координате?» «И это тоже будет boolean-air». «Boolen». «И она будет проверять что?» «Вот у меня есть какая-то точка». «Окей». «Я что делаю?» Я делаю типл row, который находится в pointRow until pointRow plusSize. То есть я делаю точки, я беру казнаты из row, потом беру казнаты из column, вот так вот. Здесь у нас var, result is true, return result, if, так, и теперь for ship in shipList, и так, value, checkpoint, равняется, point, так, row, column, ship, is, pointExist, point, если в этой точке есть корабль, то result, ну, это уже ползу. Вот здесь true, это нужно брать. Вот смотрите, так, вот смотрите, это проверка, что она делает. If is shipExist, я даю точку и даю размер корабля. То есть, начиная... А, минутку, это же еще и я должен это дать. Direction. Так, вот это все мне нужно дать. Так. Так. ValiumSizeRow. Так. SizeRow. SizeRow. Сейчас одну минутку. Если это горизонтальная. Если это горизонтальная, то, если это горизонтальная, то так смотрите когда я теперь создаю корабль я должен кроме того чтобы просто добавить корабль в эту ячейку я должен также проверить не находится ли поблизи этой точки и это направление другой корабль как я это проверяю я делаю значит если по вертикальному то у меня там размер учитывается в столбцах если это газа там если это вертикально то строка я что делаю я делаю я прохожу по всем колонкам и по строкам и столбцам по данной точке и проверяю находится ли в этой точке корабль если в этой точке корабль если точку если в есть корабль то я то я не должен добавлять корабль своей доске посмотрите сейчас покажу вам это но Понятно, почему эта проверка нужна? Понятно, просто не очень понятно. Сейчас вы сказали, я не очень понял, как она работает. Она как делает? Смотрите, сейчас попробую сначала поставить 3х3, нажимаю сюда, 3х4, так. 3х4, так. Я хочу проверить пересечение корабля. Даже можно здесь написать, чтобы не передавать все данные заново. Вот тогда будет все правильно. Я хочу проверить пересечение корабля. Так. Чекпоинт, row, чекпоинт. Так, чекпоинт. Ага. Чекпоинт. так у корабля есть они поинт оказывается у него не поинт смотрите что я делаю я передаю новосозданный корабль который я хочу поставить на свою доску если он существует и не пересекается с другими кораблями как это я проверяю для того чтобы этот корабль пересекался другими кораблями нужно проверить чтобы по каждой колонке по каждой строки из столбца этого корабля а это как проверяется это происходит таким образом что начинается казнаты со строки казнат этой корабля столбцы тоже начинается со столбцов этого корабля и увеличивается до размера до размера этого корабля только зависимости от направления горизонтальности или вертикальности этого корабля размер корабля учитывается либо только для строк столбцов или только для строк. Если это горизонтальный, то есть это лежащий корабль, то учитываются только столбцы. Если это вертикальный, только сверху вниз корабль, то у него идет размер строки. Вот, до размера строк это все добавляется. И каждая точка, которая находится по этим координатам, вот она точка, эта точка проверяется, находится ли эта точка в каждом корабле. Если в каком-то корабле точка пересечения есть, то я говорю, что true есть, то есть пересечения существуют. Если этот полностью тикл прошел и никакого конфликта не было, то он разрешается на return и говорит false, пересечения не было. Окей? Сколько висит? Вот вы сейчас сказали, проверяются все корабли. Да. С новым, еще не добавленным кораблем, проверяются все другие корабли, которые существуют на доске. Так, что-то он неправильно делает. Что-то нужно это проверить. Почему-то он не проверяется. У нас сейчас уже время закрыть. Да, у нас время, давайте тогда в следующий раз мы это продолжим или я как-то вам уже его передам. хорошо? Ну, я там, подам они важный. У вас тут есть self-value, где-то выше было. Self-value? Self-value, да. Там, где у вас тире или звездочка? Вот этот? А, вот оно. Вот оно. Вот это self-value, оно как-то передается в FTL-ку? Да, вот оно, self-value, оно передается. А как оно передается? Self-value, она передается, добавляется к массиву. Потом, когда я в FTL-ке его использую, я просто его как ячейка использую. Или можно как self-value тоже, но я здесь его как ячейка использую. Вот эта ячейка и тот self-value – это одинаково. А каким образом, вот вы, вот, каким образом вы передали этот, этот, шессон у хассив в FTL-ку? Вот оно. А, что у вас здесь? А, это… Это моя доска, а, Bordenmine – это моя доска, я свою доску перевожу на JSON и передаю этому фронт-энту. А, и он, а, FTL принимает этот шессон массив, и там есть какая-то функция item as, а что он делает? Item as – это, items – это команда списка list. Вот он. Вы посмотрите, что такое list, что такое items. Вот тогда вы поймете. Документацию Freemaker почитайте. А, это то, что вы… Я это показывал, да, я вам это показывал. Вам нужно один раз посмотреть в сети и прочесть документацию, и вы поймете, что, что там, о чем идет речь. А, хорошо. Хорошо? Спасибо. Так, всем спасибо. Я не буду задерживать, у вас уже следующая пара начнется скоро. Если какие-то вопросы будут, повторяюсь, пишите в группу, никто не пишет, это я понимаю, что никто ничего не понял или все, все понимают. хорошо? Я просто все это загрузил на гид. Хорошо, спасибо. Хорошо.